Всем здравствуйте! Вы на канале Дача Удачи! Когда мы вдоволь наедаемся помидорами и уже, казалось бы, заготовили разными способами по любимым рецептам, а они все не кончаются, готовлю домашнюю томатную пасту на зиму. Это отличный вариант с пользой пропустить приличное количество плодов. А зимой можно везде использовать и в поджарке, и в гуляши, и в супы, и даже сок пить, разводя водой. Итак, берем кучу всех томатов, которые нужно переработать, моем, убираем место от плодоножки, а плоды все же лучше отбирать более-менее целые и не порченные. Разрезаем пополам и перекручиваем через мясорубку. А если у вас нет мясорубки, то разрежьте помидоры на 4 части. Это даже будет быстрее. Затем кастрюлю с перекрученными томатами ставим на огонь и кипятим 5 минут. А нарезанные минут 15. После чего помидорную смесь в горячем виде протираем через сито. Убираем все лишнее, семечки и кожицу. Остается один томатный сок. Теперь сок ставим на плиту на средний огонь. Добавляем соль и сахар. Из расчета на 3,5 литра перекрученного сока, 1 столовая ложка соли и 2 столовые ложки сахара. Доводим до кипения. Убавляем огонь и варим около 2 часов. До тех пор, пока сок не испарится, останется одно пюре. Это и будет наша томатная паста. Смесь должна уменьшиться в объеме примерно в 3 раза. Появятся большие пузыри. После чего готовую горячую томатную пасту раскладываем по чистым стерилизованным банкам. Плотно закрываем крышками, остужаем и убираем в холодильник. С одной партии у меня получается по 2 баночки 500 граммовые. Варила 2 партии и вышло 4 банки натуральной домашней томатной пасты. По мне так это прекрасный способ переработки помидор. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь.